Добрый день! На РБК региональные новости мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргариты Гафарова. Товарооборот Башкортостана с Египтом за 9 месяцев этого года вырос на 74%. Львиная его доля приходится на экспорт, который в свою очередь увеличился на 80%. Об этом сообщила министр внешнеэкономических связей Республики Маргарита Болочева. Наибольший прирост отмечен в поставках химической продукции, металлов и изделий из них, древесины и целлюлозно-бумажной продукции. Эксперты связывают столь существенную динамику с переориентацией поставок. Сначала СВО существенно выросла стоимость логистики в Европу, к тому же многие западные компании отказываются от бизнес-связи с российскими предпринимателями. В то же время Египет является перспективным рынком с большой численностью населения. Во-первых, это, прежде всего, хаб и возможность выхода не только на сам рынок Египта, но и на рынки, прежде всего, Северной Африки. Многие, в частности, нефтесервисные компании Республики Башкортостан пытаются, и уже некоторые из них начали работу с египетскими контрагентами. В частности, были осуществлены поставки специализированного оборудования. Эксперты отмечают, что логистика в этом году существенно изменилась. Так, за первые шесть месяцев товарооборот Башкортостана с Ираном и Турцией вырос почти на 60%. Импорт из Китая увеличился на 77%, а экспорт на 15%. В Башкортостане выдали тысячный сертификат на денежную выплату вместо земельного участка, который выдается многодетным семьям. Церемония вручения прошла сегодня в Министерстве земельных и имущественных отношений. На компенсацию помимо многодетных могут претендовать и семьи с ребенком-инвалидом. В этом году из бюджета Республики на это выделили 100 миллионов рублей. Номинал сертификата 250 тысяч. Его можно направить на погашение основного долга и процентов по ипотеке, а с недавнего времени и на уплату первоначального взноса по ней. По словам власти, сертификации крайне востребованы. Сотрудники регионального Минзимимущества ежедневно оформляют порядка 30 заявок на их получение. На следующий год сумму из бюджета на выдачу компенсации могут увеличить. Эта мера поддержки пользуется очень большим спросом. И для людей она очень важна, нужна. И мы видим, как сейчас обратную связь, а тем более в нынешних ситуациях, когда можно здесь сейчас улучшить жилищные условия или получить земельный участок, который 2-3 года нужно только для того, чтобы начать его осваивать. На сегодняшний день у нас очередь уже процентов 90. У нас подали заявление по сроку, те заявления, которые до 2019 года мы сейчас принимаем. Премьер-министр правительства Республики Андрей Назаров поручил сотрудникам Минзимимущества сократить время документа оборота в два раза. В скором времени подать заявку и получить сертификат можно будет в электронном формате. В этом случае заявления будут направлены Минзему напрямую. Сейчас эта процедура проходит через муниципальных чиновников. Строительство проблемных домов жилого комплекса «Цветы Башкирии» завершит специализированный застройщик «Оникс». За это компании предоставят компенсационные земельные участки, сообщили в Министерстве строительства и архитектуры. Работы на объекте уже начались. Сейчас идет демонтаж внутренних стен и перегородок. По словам застройщика, их возведение велось с нарушением нормативов. После усиления монолитного пояса в течение месяца начнется кладка стен. Параллельно ведутся работы по наружным сетям электро- и теплоснабжения. На площадке задействовано более 40 рабочих и 3 единицы техники. Ключи от новых квартир до конца 2023 года получат более 200 обманутых дольщиков. Напомню, застройщик «Башстройкомплект» заморозил строительство 11 трехэтажных домов в поселке «Цветы Башкирии» через год после начала строительства в 2015. В 2017 компанию признали банкротом. В середине прошлого года спецзастройщик «Оник» заявил о намерении приобрести обязательства и имущества в «Башстройкомплекта». Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в этом году рассмотрел 4 резонансных дела о защите прав предпринимателей. Структура работает в сфере института бизнес-омбудсмена и рассматривает обращения, связанные с рейдерством, коррупцией, незаконным уголовным преследованием. За круглым столом обсудили заявления предпринимателей из Мелюзовского района. Проблема касается земельного спора с территориальным управлением Росимущества. Инвестор, реализующий проект туристического комплекса в Национальном парке «Башкирия», сообщил о сложностях с заключением договора аренды земли, где он уже возвел ряд построек. Еще одно обращение подал адвокат предпринимателя из Уфы, который с 2016 по 2018 годы предоставлял денежные займы физлицам, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Мужчина считает, что стал объектом незаконного уголовного преследования со стороны Следственного комитета после заявления заемщиков в правоохранительные органы. Большая часть обращений, как вы сегодня увидели, о необословленном уголовном преследовании предпринимателей. Вторая категория дел – это земельно-имущественные отношения. Это отказ в предоставлении аренды земельного участка, отказ в преимущественном праве выкупа арендованного имущества. Сервитуд не оформлен был тоже долгое время, компания не может пользоваться арендованным карьером. На рассмотрение президиума Центра бизнес против коррупции поступают наиболее сложные дела, отмечают в аппарате бизнес-омбудсмена. Результатом заседания становится экспертное заключение, которое поступает в канцелярию ведомств. 106 миллиардов рублей на развитие системы здравоохранения Башкортостана направили в этом году. Об этом сообщил глава регионального Кабмина Андрей Назаров на торжественном собрании с участием медицинских работников. 40 врачей удостоились государственных наград. 22 медработникам вручили медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. 18 получили медаль Луки Крымского. У вас полная самоотдача, без этого невозможно. Ну и, конечно, безграничное милосердие. В этом году в республике появились 59 фельдшерско-акушерских пунктов. В медучреждении закупили новое оборудование на 1,5 миллиарда рублей и 98 транспортных средств. До конца года парк пополнит еще 18 спецмашин. С 2023 по 2025 годы в республике построят еще 5 новых поликлиник, возведут более 300 модульных ФАПов, откроют 40 амбулаторий. Глава Башкирского Кабмина отметил необходимость развития всей инфраструктуры, которая будет обеспечивать максимально оперативную помощь пациентам. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК.